Ребят, приветствую вас на канале Нистепапа. Очень приятно, что вы смотрите. Сегодня у нас, естественно, бренд-шеф студии Вкусу Лофт Денис Марачковский. Мы, собственно говоря, на его кухне готовим. И Роман Шарыпов, знаменитый наш, так сказать, томский блогер и строитель. Привет всем. Всем привет. Погнали, приготовим пасту. Сегодня на Сент-Лю мы приготовим достаточно уникальное блюдо, вроде бы классическое. Сделаем пасту под соусом болоньезо, в переводе, что именно мясное итальянское рагу. Но сегодня у нас будет в качестве мяса, это мясозаменитель от компании Эвко. Эвко это растительное мясо, более подробно попозже расскажу. Но так будем готовить основу, то есть вот о чем говорит Денис. Да, вроде бы все, кажется, на мясном языке говорим, а по факту готовим одни овощи. Вегетарианское. Вегетарианское, но на вкус, короче, честно, не отличишь, как бы это очень вкусно, очень интересно. Поэтому что, я предлагаю начать готовить. То есть нам для этого потребуется кастрюлька с водой, поставлю, чтобы закипало, сварет макароны. Я очищу пока, да? Да, то есть нарежем овощи, то есть у нас лук, морковь, сельдерей, чеснок. Грибы, кабачок, баклажаны, все это нарезаем мелким-мелким кубиком и начинаем постепенно обжарить в сахаре. Поэтому предлагаю, Тимур, включай пока казанок, чтобы он нагревался, наливая масло и постепенно начинаем обжаривать над вниз. Ром, ты как к мясу вообще относишься? Я ем мясо. Так, то есть ты не веган? Не веган. Ладно. Но ем только говядину, баранину, перепела и редко домашнюю курицу. То есть свинину ты не ешь? Свинину не ешь. Ты мусульманин? Нет, просто в 2008 году что-то решил как-то взяться за ПП. Тогда не было понятия. ПП была диета пятый столб. Так. Называлось. Что тебя сподвигло все-таки на диету пятый столб? Что-то понял там с весом начал и спортом начал вновь заниматься, бегать. Футболом всю жизнь занимался, ну в детстве, юношество. А тут начал бегать, понял, что что-то не то. Решил кардинально изменить пищевые свои пристрастия. То есть отказался от жирного, жареного, соленого, копченого. Слушай, как ты живешь, а? Ну, нет, сейчас-то я как бы употребляю, но уже сдержано. Уже очень сдержано, прям, ну очень сдержано. То есть как бы там, ну, консервированные продукты, колбасы, сосиски, ну вот это все как бы немало. Более натуральные продукты и более свежие. Да. Это лучше, потому что знаешь, по крайней мере, из чего это все сделано. Если ты делаешь сам, это еще вкуснее. Да, да, да. Тем временем у нас закипела вода, вода должна быть очень сильно кипеть. В сильно кипящей воде мы варим макароны. То есть у нас макароны сегодня ригатоне. На самом деле можно взять любой вид пасты. Самое главное, чтобы он был с твердых сортов пшеницы. А знаешь, почему, Тимур, с твердых сортов пшеницы? Почему? Ну, потому что он до конца как бы не доготавливается, то есть и до конца не усваивается организмом. Соответственно, не оседает на боках. Ну, елки-палки. Бока это проблема компрессная. Да, какие проблемы? Я проблем не чувствую, хотя с боками у меня напряженка. Слушай, может сюда масло маленько, а? Можно масло добавить и в процессе вот я, Тимур, подготовил такую историю, чтобы чересчур блюдо жирным не делать. Грибной бульон. То есть по чуть-чуть подливаем, подмешиваем, как бы и нормально. Посмотри, шеф, что там происходит. А грибной бульон это что, шампиньоны вареные? А здесь я сейчас добавил уже, я варил на белых сухих грибах, немного добавил шампиньонов. То есть, чтобы чуть-чуть ущерить вкус. Да, задача шеф-повара, а задача всех работать. Чтобы никто не прохлаждался. Все добавляем? Да, добавляем томаты. Когда мы добавили томаты, мы добавим немножко сахара. Это для того, чтобы оттенить кислоту, которая содержится в томатах. Добавим еще немного грибного бульона. И остается наша задача минут 10-15 потомить. Поэтому время есть, тем временем я как раз солью макароны. У меня, кстати, реклама тоже продается. Покупайте! Мы продавили 15 минут. Молодец! Наш соус, как бы, здесь по-хорошему, говорю, что можно его на медленном огне томить, 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 как бы, чтобы он более однородный развалился. Здесь еще небольшие, как бы, фракции мяса попадаются растительным, как бы. Это нормально, но если любите прям совсем... Ну, запах-то мяса десет. Мне кажется, что все-таки, ну, вот, если не торопишь, то лучше с кусочками. Держи! Так, впервые в жизни пробую растительное мясо. Мне скажешь, на что мне надо? Если вдруг я не выйду в эфир завтра, то считайте его героем. Вы знаете, к кому обращаться. Ты знаешь, я бы сказал, что это все-таки соли больше не надо. А по вкусу? Не, ну, тут мы искачем, что мы много овощей положили. Да. Много специй, как бы. То есть, по текстуре мяса, честно, больше курицы напоминаю. По текстуре куриный фарш. Да. Но вкус все-таки, ну, много овощей сейчас, реально. На защиту овощей. Да. Но, я к удивлению скажу, что это классно. Это классно, учитывая, что если вот кто конкретно заморочен на неприеме растительной пищи. У нас в Томске вообще она продается в свободном доступе, или это надо где-то заказать? На данный момент пока только по хорике, то есть для ресторанов, для заведений. Но так я знаю, что данная компания, она собирается, получается, вводить в сетевые магазины. То есть, удобно в каком плане? Если, допустим, есть определенные болезни, нельзя есть мясо, там, не знаю, там, подагра, там, либо что-то, то есть не рекомендуют есть мясо. Либо впереди, вот, после масленицы, 40-дневный пост. Пост прям можно... Вообще, пост на лайки можно проскочить. Я вообще видел, тоже там, у одного из блогеров, что вплоть до того, что сейчас уже прям создают не просто фарш, а он прям кусками стейки. Мясо, да? Стейки прям, я вообще был в шоке. То есть, ну, по-моему, даже это та же организация, про которую ты сказал. Возможно, про стейки как бы не слышал, но бургеры они точно делают и другие полупубликаты. Мы добавили макароны, я их чуть-чуть не доварил, то есть небольшая как бы сыринка впитает получше фарш. Добавляем немножко растительных сливок. А теперь что за растительные? Ну, по-беснительные. Растительные сливки, ну, то есть здесь, по большей части, есть кондитерские сладкие, то есть начнем делать крема. А есть, по большей части, то есть не сладкие, потому что мы делаем такие варенья. Это из чего они сделаны? То есть, ну, подсолнух. А, это подсолнух? Подсолнух, горох. Короче, у нас сегодня вообще ультра-ультра веганская еда. Ну, кстати, есть можно. Не, я просто, когда это блюдо именно создавал, у меня охота была сделать хорошее мясное блюдо для веганов. Без мяса? Обычно как? В хорошем мясном ресторане вегетарианец что себе может заказать? Морковку просто. Такси. А? Такси. Такси. Такси, говорит, закажите где-то. Пришел, посидел. А я где-то увидел, что будете заказывать такси. Сейчас я ему предлагаю кусочек сливочного масла, перемешиваю и выключаю. А если не сливочное масло? Ну, не, по идее, не обязательно добавлять, правильно? Сливочное масло для чего добавлять? Чтобы соус прилипал к самой пасте. Если не добавлять сливочного масла, можно немножко сухарей добавить. Молотых. Да, не лучше масло сливочного. Нет, если конкретно вот пост, ты же там сливочное масло тоже растительное не ешь. Ты уже не постился ни разу. Я тоже не... Не, я вообще говорю, что... Ну, я сейчас просто про это думаю, что... Ну, вот у нас еще такое, к несчастью, я думаю, это лень же русского человека. Аккуратно перемешали, то есть у нас... Я неаккуратно мешал, как-то. Извини. Все великолепно. Нормально. Все как надо получилось. И здесь самое главное, должно быть по пропорции. Один к одному, не чисто одни макароны, немного фарша. Как бы все-таки мы готовим пасту, здесь должно быть достаточно хорошее количество соусов. Так, предлагаем выкладки. У нас сегодня трое. Сообразим на троих. Все-таки с тарелками. Чик-чик. То есть выкладываем по центру, поверх посыпем. Пармезай. Ну, как-то... Давай-давай-давай. Поучаствуй. Потому что за мной ухаживать, за шипом вообще ухаживать бесполезно. Так, красиво делаем. Дядь говорит, сделай красиво. Базар Азира. По рецепту у нас сегодня такие мощные порции. Раскладка будет на 4 порции. У вас готово. Будем пробовать. Ну что, пробуем. Что все-таки оно есть. Тартак удобно сюда пробовать ложки, чтобы и соус. Да. Ну, а сейчас кажется, что с говядиной. Нет, кайф. Кайф. Я почему-то... Я если бы не знал, что это искусственное мясо, я бы не догадался. Сто процентов. Я скажу так, проводил закрытые эксперименты. Один человек сказал, что это не мясо. И то было уважительно причином. Он говорит, просто после ковида я говорит, мясо не могу есть. Ребят, ну а вы не болейте, самое главное. Готовьте по этому рецепту. У кого есть возможность дотянуться до такого мяса, берите и готовьте. Всем добра. Хорошего дня. Пока. Пока.